22 июня вся Россия вспоминала тех, кто не пожалел своей жизни во имя Родины. 75 лет назад в 4 часа утра гитлеровская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война. Каждый год в России и странах СНГ 22 июня приспускают государственные флаги, а у памятников павшим проводят митинги и акции памяти. В Славянске-на-Кубани ранним утром у Вечного огня в парке 40 лет победы прошла, ставшая уже традиционной, патриотическая акция «Рассвет». Жители и гости города с благодарностью вспоминали освободителей, скорбели о павших в годы самой страшной войны. Нашему народу пришлось пройти круги ада, чтобы выстоять в этой несправедливой для нас войне. Миллионы жизней наших солдат были отданы на полях сражений, чтобы мы сегодня вместе с вами жили под чистым, свободным небом. После её окончания участники присоединились к Всекубанской акции. Зажжёнными свечами памяти они отправились на городскую набережную, где в честь подвига нашего народа спустили на воду венок. В это утро свечи памяти были зажжены по всей Кубани в память 28 миллионов погибших в Великой Отечественной войне. А в 9.15 в парке «40 лет победы» состоялся торжественный митинг. К собравшимся обратился глава Славянского района Роман Синеговский. Хутора и станицы Славянского района отдали фронту самое дорогое. 23 тысячи наших земляков ушли воевать. Почти половина из них погибли в боях. Более трёх тысяч славянцев погибли в оккупации. Но наш народ выстоял, защитил свою страну, одержал победу над Рогом ценой огромных потерь. И с годами не меркнет величие подвига солдат и офицеров, тружеников тыла, женщин, детей, всех, кто приближал День Победы. После митинга его участники склонили голову в память всех погибших во время Великой Отечественной войны. Над всем Краснодарским краем прозвучала всекубанская минута молчания. Затем в память о начале Великой Отечественной участники митинга возложили венки и цветы к мемориальному комплексу. 22 июня – День памяти и скорби по всем, кто не дожил до победы. Россия никогда не забудет своих сыновей и дочерей, которые отстояли независимость родной земли и избавили мир от фашизма.